добрый день дорогие друзья и гости канала сижу вяжу меня зовут яна сегодня хочу предложить вам провязать вместе со мной один очень эффектный и совершенно простой узор мы сейчас провяжем этот узор поворотными рядами также я расскажу как он вяжется по кругу и так для того чтобы провязать этот узор поворотными рядами наберите на спицы количество петель кратное 3 плюс 2 кромочные в этом узоре два основных ряда высоту но со смещением узора мы получим четыре ряда для своего образца я набрала 4 раппорта и 2 кромочные петли также провязала несколько рядов платочной вязки вместо подложки у вас это может быть резиночка либо другой наборный край у меня на канале есть один очень интересный наборный край если вы его не видели предлагаю вам его посмотреть а ссылочку я оставлю в правом верхнем углу и так смотрите я провязала подложку у вас допустим это резиночка мы ее провязали основным цветом дальше чтобы приступить к узору мы должны добавить новый цвет пряжи у меня дополнительный цвет пряжи будет желтенький и начинаем вязать мы этот узор с изнаночной стороны так как основной узор проявится с обратной стороны полотна при добавлении нового цвета к полотну мы должны первую петлю зафиксировать то есть кромочную петлю мы провязываем уже новым цветом и далее приступаем к узору первый ряд этого узора провяжите изнаночными петлями кромочную в конце ряда именно в этом узоре я буду провязывать лицевой вы провязываете так как вы привыкли и как вам удобно второй ряд лицевая сторона кромочную переснимаем и приступаем к рапорту мы должны провязать 3 лицевые петли первую из которых мы должны подхватить и перекинуть через ранее 2 провязанные вот таким образом далее мы делаем накид это является рапортом 2 ряда повторяем 3 лицевые петли из этих трех петель первую мы подхватываем и перекидываем через ранее провязанные 2 петли и делаем накид вяжем этот рапорт до конца ряда в конце кромочная мы провязали с вами два основных ряда высоту сейчас мы будем провязывать все то же самое но со смещением узора в шахматном порядке для этого мы переворачиваем работу на изнаночную сторону снова возвращаемся к основному цвету пряжи у меня это зеленая присоединяем эту пряжу к работе используя кромочную петлю и провязывая ее изнаночной петлей третий изнаночный ряд также провязываем изнаночными петлями напомню что кромочная петля в конце ряда у меня лицевая 4 лицевой ряд вот единственная сложность в этом узоре запомнить как провязываются петли вне раппорта это совершенно несложно но это нужно четко запомнить смотрите кромочную переснимаем и вначале мы провязываем одну петлю лицевую и делаем накид вот эти две петли являются петлями вне раппорта а далее мы приступаем к полноценному раппорту провязываем 3 лицевые петли из этих трех петель первую перекидываем через две провязанные и делаем накид вот этот раппорт мы также продолжаем вязать до конца ряда повторяем 3 лицевые первую из этих трех лицевых мы перекидываем через две провязанные лицевые петли и делаем накид теперь хочу вам дать небольшой маячок как ориентироваться в этом узоре чтобы не запутаться смотрите когда мы провязываем 3 лицевые петли вторая центральная петля всегда будет находиться над отверстием от предыдущего накида и благодаря этой подсказке я надеюсь вы никогда не запутайтесь в зоре вот смотрите следующие три петли мы должны провязать лицевыми под второй петлей у нас отверстие поэтому провязываем 3 лицевые петли первую петлю из которых мы должны перекинуть через 2 лицевые провязанные и сделать накид и также будьте внимательны в конце четвертого ряда когда будете провязывать петли в симметрии а провязываются они следующим образом после того как мы провязали последний полноценный раппорт мы провязываем 2 лицевые петли и перекидываем первую петлю на вторую вот так будет заканчиваться у нас четвертый ряд этого узора в конце кромочная ну вот основной раппорт состоящий из четырех рядов высоту мы провязали давайте закрепим материал добавим еще один цвет и провяжем еще один раз этот узор возможно кому-то это будет важно итак я добавила второй дополнительный цвет пряжи у меня он белый мы сейчас находимся на изнаночной стороне полотна и повторяем первый ряд присоединяем ниточку изнаночной петлей и провязываем весь ряд изнаночными петлями второй ряд лицевая сторона кромочную переснимаем и начинаем вязать второй ряд с полноценного раппорта и заканчиваем этот же ряд также полноценным раппортом то есть провязываем 3 лицевые первую из которых мы перекидываем через ранее провязанные 2 лицевые петли и делаем накид вот этот раппорт мы продолжаем вязать до конца ряда 3 лицевые первую перекидываем через 2 провязанные делаем накид и последний раппорт 3 лицевые первую перекидываем и делаем накид в конце кромочная третий ряд мы снова возвращаемся к основному зеленому цвету пряжи подсоединяем ее к работе изнаночной петлей и провязываем весь третий ряд от начала до конца изнаночными петлями и повторяем последний ряд раппорта высоту это четвертый ряд кромочную переснимаем и провязываем петли вне раппорта это одна лицевая и 1 накид далее приступаем к полноценному раппорту 3 лицевые первую перекидываем через 2 и делаем накид в конце у нас остается две петли мы их провязываем лицевыми и первую петлю накидываем на вторую далее кромочная наш узор провязан мы провязали 2 раппорта высоту используя три цвета пряжи чуть позже мы посмотрим на образец побольше а сейчас для тех кто хочет провязать этот узор по кругу наберите на круговые спицы количество петель кратное 3 плюс одну петлю для замыкания в круг далее все нечетные ряды то есть 1 3 5 7 и так далее провяжите лицевыми петлями а четные ряды 2 4 6 8 и так далее провяжите точно так же как мы их провязывали в поворотных рядах но учтите что при круговом вязании у вас будет плавающий край то есть в четвертом ряду там где у нас в конце ряда оставалось всего две петли вы одну петлю будете провязывать вместе с той петлей которая находится в начале следующего ряда ну а теперь давайте рассмотрим образец побольше вот такой вот узор мы получим если провяжем его повыше вот такая вот изнаночная сторона у этого узора данный узор применим и для взрослых и для детей вязать им можно практически любые вещи любые плечевые изделия джемпера кардиганы безрукавки жилеты палантины можно этот узор использовать для декора дома допустим связать какие-то накидки на стулья наволочки для декоративных подушек и многое 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 другое попробуйте его провязать я думаю вам понравится потому что вяжется он действительно очень просто эффект получается очень очень красивый по своим характеристикам узор средней эластичности хорошо держит форму обладает небольшими дырочками полотно обладает небольшой рельефностью и очень нежным ажуром ну а на этом дорогие друзья я заканчиваю свой мастер-класс надеюсь ролик был вам понятен и интересен если это так не забудьте отметить это пальчиком вверх подписывайтесь на канал те кто еще не подписан а также нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео на канале а я от всей души благодарю вас за просмотр постараюсь и в дальнейшем подкидывать вам какие-то интересные идеи для ваших будущих работ всем добра и мира здоровья и всех благ всем пока